друзья мои дорогие всем привет ну что снова речь про психопатов и нарциссов данном случае также можно нам с вами этих товарищей замечательных обобщить потому что мы с вами будем говорить про прием который практикуют и те и другие и прием этот называется ледяной душ или холодный душ думаю вы уже у других авторов у других специалистов с этим приемом сталкивались как правило вот этот ледяной душ это прям реально какой-то такой ужасающий врезающийся в память эпизод не обязательно это какие-то физические действия это может быть очень болезненно сказанное слово да это может быть там неожиданно всплывающее какое-то условие но мы с вами дальше поговорим про типы как раз вот этого ледяного душа но факт остается фактом время проходит а вы до сих пор этот эпизод вспоминаете и вы понимаете что именно с этого эпизода плохое-то и началось то есть все помните мы с вами уже не раз говорили в моих видео отношения с этими товарищами они по нисходящей идут то есть очень непродолжительное время вверх 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 есть какая-то вот эта верхушка демо версия медовый месяц все такое и вот он первый эпизод холодного душа и все пошло по нисходящей то есть ледяной душ это когда они по сути ненадолго уже все скрывают красивую маску они перед вами совсем другим лицом предстают гримаса какая-то вот эта безобразная до резких холод пропадание у кого-то это измена у кого-то это почти измена введение каких-то жестких правил в отношения каких-то ограничений какое-то унижение какая-то жесткая характеристика вам или вашему окружению просто какая-то резкая даже неадекватная реакция то есть это может быть все что угодно вот и вы когда попадаете под этот холодный душ сразу какая эмоция и вот в этот момент и спустя какое-то время отношения уже не будут прежними вот что-то щелкнуло вот что-то изменилось то ли наконец истинное лицо человека вам показалось ну вы сами собой рассуждаете то ли вы может быть что-то недопонимали то ли вы такие думать то ли настолько я накосячил что этот святой человек вот так вот сорвался и так далее ну то есть вот вы понимаете что уже вот этой идеи не будет но вы пока не готовы с этим смириться и вы поэт поэтому пока но действуете как-то так по накатанный да и прочее но как бы все ледяной душ это очень такой яркий флажок яркое такое знание то есть но понимаете ледяной душ они включают тогда когда вы уже в любовной зависимости когда вы уже подчиняетесь да вы уже вкусили вот этот вот сладкий я демо версии да и вам хочется а после этого холодного душа очень часто люди ищут оправдание этому человеку люди сначала какие это все слушают на это смотрки ну нет это чё за бред или это кто вообще да то есть какая такая реакция или что так бывает но потом вы вроде как с этим фактом смиряетесь и пытаетесь все на рельсы логики перевести а может быть и даже не может быть а зачастую смысла нет переводить на рельсы этой логике что это такое почему она вообще бывает да все просто они ничего не могут поделать со своей сущностью вспоминайте притчу про скорпиона которого черепаха перевозила на другой берег там не знаю океана реки неважно когда они были на середине водоем он взял ее и ужалил черепаха говорит ну ты чё делаешь мы с тобой оба утонем он говорит ну ничего с собой не могу поделать но сущность у меня такая и у них сущность такая ну куда они всю эту злость делают они очень долго сидели в этой маске и маленько подышать хочется да и к тому же они видят что вы расслабились что вы влюблены ну как бы а чё вы завоеваны можно уже потихонечку доспехи-то снимать ледяной душ означает что вы на этапе обесценивания и использования все прогремел там гонг да неважно там колокол прозвонил начался этап обесценивания и использования больше с вами вот так вот как на первом этапе никто возиться не будет да иногда что-то они вам могут бросить какую кость но от раза к разу косточку косточка будет все меньше что еще заметьте после первого ледяного душа негативные эпизоды будут повторяться это будет эскалация то есть эти эпизоды будут происходить все чаще и чаще сначала там допустим с периодичность у кого-то раз в месяц у кого-то раз в неделю да там смотря что за персонаж у вас потом раз в четыре дня раз в три дня он чуть ли не каждый день потом вы даже сами не заметите как вы вообще живете вот во всем каком-то вот этом вот негативным да вот что еще вам ну как правило больно этот эпизод делать вам больно вы в шоке вы растерянны вы до конца не знаете как все это трактовать но а вы если попробуйте с человеком как-то аккуратненько про это проговорить как-то выяснить да вот к чему-то там его или ее призвать никогда не истинных мотивов вам не скажут ну так потому что это так или но вы сами виноваты да или дозлайте вас начнут вы сами себе что-то там придумали да но все что угодно но никогда вот это вот истины тогда не узнаете и не поймете из этого и как раз ледяного душа начинается вот это вот их игра вот в каких-то таких загадочных сверх людей которым что-то такое доступно что вам недоступно и непонятно да то есть вот он весь вот этот вот от начался вы сели в волшебный в волшебный паровозик и поехали а какие форматы в которых проявляется вот этот ледяной душ первое очень часто это неожиданный игнор но это классика жанра когда вы например там регулярно созванивались там утро вечер у вас там привет пока в обед вы там чем-то делились тоже ну то есть была некая такая коммуникация двух влюбленных людей все было очень как просто душевно и мило а тут рукчик замолкает может на полдня замолчать может на день может еще дольше замолчать или например если вы допустим там как-то съехались или вы часто взаимодействуете человек может включить очень такое поверхностное общение да привет пока все нормально да да все хорошо и вы не понимаете вы вообще кто сосед соседка там да или любимый человек с кем еще вчера было там любовь моя ты прекрасен там все такое то все этого нет то есть вы будете считать себя виноватым вы будете скрестись к этому человеку а почему ты пропала что случилось да вы сами с собой будете какие-то косяки искать у этого человека будете что-то вы спрашивали вам никогда истины не сказанка и все скажут да ладно забей дела были ну мало ли чего да или она это я так пошутил типа да там реже но чаще он просто скажет а че случилось то все нормально вы там мест себе не находили в этом чуть ли не морги прозванивали да ладно бы что-то забей то есть да телефон там сел не знаю что нибудь там удалилась не знаю там заблокировалась все что угодно вот а вы там уже и чуть ли не на коленях готовы прощение вымаливать вы там придумали себе косяки которых и в помине не было ну то есть типичная ситуация да как люди обычно реагируют на игнор и потом эпизоды этого игнора этого холода будут повторяться все чаще они будут все более длительными дальше а в продолжение темы игнор это в принципе исчезновение без повода человек просто пропадает то есть все не не отвечает на звонки а потом объявляет как ни в чем не бывало ой да я тут в командировку в африку уезжал или ой у меня тут явно следствов вступал или там бабушка заболела неважно там или ой да у меня бывает так он не важно одному побыть и прочее то есть вот это согласитесь близкий человек который о душевном состоянии другого человека думает но явно так вести себя не будет хоть какие-то там пару слов найдет другой вид ледяного душа это открытый флирт с кем-то в вашем присутствии неважно это бывшие это знакомые это новые знакомые и так далее то есть вам а в данном случае первый раз показывают новую часть гарема да ты можешь там на какое-то место претендовать да может быть и даже у меня сейчас вообще основной ресурс но у тебя нет никаких исключительных прав то есть да я такой или я такая ну что ж меня все хотят я вас требовал ну как бы ты сама выбрал или ты сам выбрал эту реальность а вот это вот будет что еще а это резкое изменение формата или правила отношений когда вы с человеком про встречались несколько месяцев там чуть ли не о семье о детях говорили и друг вам человек говорит ну ладно уж с тобой друзья или ну мы как бы там встречаемся или но нам пока не стоит торопиться или человек говорит а я вообще как бы пока ничего серьезного не хочу или для меня приемлемо вообще только свободные отношения да то есть все что угодно или вас намеренно там вы сталкиваетесь какими-то общими знакомыми человек вас презентует как просто друга как там непонятно кого а вот что еще но бывает просто всплывает какой-то неприятный очень значимый факт человек вам тут несколько месяцев головой об стол бьется как он или она с вами хочет семью и просто вы идеальные прочее а тут всплывает шик вообще-то не разведен или человек несколько месяцев молчал о том что дети например малолетние оказывается есть они действительно они почему так делают они заманивают вас они понимают что этот факт может вас пока вы адекватно притормозить например но не подходит вам при не хотите у человека там с тремя детьми допустим от предыдущих браков да ну что ж имеете право хотеть или не хотите не хотите с замужней девушкой мутить вам это вначале не говорится а потом это как бы да все еще все всплываете например пассия какая-то есть вспоминаем мой король да как он а это вот анетта там или как ее они там не знаю неважно она неадекватно все время тут рядом со мной трется вообще-то я к ней езжу по три раза в неделю там забочусь они лекарства и покупаю ну не не она никто но она есть моей жизни то есть вот такая какая-нибудь история может всплыть с каким-то типа другом да там оказывается это не дни дни типа друг это сожитель ее фактически то есть запросто что-то такое может и комплект дуанда чего-то забей я тебя только люблю а это вообще там что еще газлайтить вас могут начать могут вам присвоить какую-то странную категорию типа друга могут диагноз вам поставить нет ну ты вообще ненормальная истеричка давай с этого начнем да то есть с тобой человек отношения может строить я конечно до какого-то момента это терплю но не знаю вам чат выдавливать этот диагноз еще вчера вы были просто идеальным человеком а сейчас вы вдруг какой-то там непонятный третий сорт вообще да или там не знаю не обязательно психологически психически какой-то диагноз до психиатрический а это может просто не ну извини ну чек с твоей профессии ну при всем конечно уважение но я не могу с таким человеком строить отношения выдох стоп а что не так то есть что он может что еще но просто грубость унижение агрессивный выпад некоторые первый раз там увидев это просто в шоке от того что происходит обзывательство агрессия да там какие-то выброшенные вещи да это может быть и ваш адрес или вы просто случайно свидетелем можете этого быть то есть человек который например говорит что живет с родителями все там ок а там не ок там он сам например мать родную там матом кроет там я не знаю вещи и и там по лестнице разматывает и там вообще ужас и вы вдруг первый раз это увидели у вас сразу как бы а что это за человек в семейной жизни в отношениях как он может себя вести вот что еще но свержение с пьедестала как таковое то есть вам говорят я понял ты такая как все или а ну ты такой же как все мои бывшие да то есть вас разочарованный человек под что-то такое отыгрывает конечно вам не комфортно знаете что что это был холодный душ и то что он ознаменовал ваш вход в стадию обесценивания и использования до после которой будет только утилизация но это факт и это понимаешь только уже трезвой головой когда ты через это прошел когда уже много времени прошло и и не пытайтесь какую-то свою вину тут найти не пытаетесь какие-то свои косяки тут найти но действительно так получается да что вы не можете этот момент контролировать но они такие они в любом случае обесценят они в любом случае пойдут за новизной даже если это новизна в 500 раз хуже вас даже если это новизна не особо ресурсная но им тошно им надо все они держали держали маску они увидели что вы завоеваны им смысл маску то это держать и они расслабляются все что угодно лезет а вы еще и подсаживаетесь на крючок и для вас от холодный душ является очень такими мощными да ну скажем так рычажком эмоциональных качелей то есть после которого вы что-то себе надумываете еще больше прикипаете да то есть просто вот осознавайте эти механизмы и надеюсь там когда-то в следующие разы знания вот 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 эти которые вы там видите слушаете в видео в статьях они вас просто от чего-то остановит и уберегут друзьям если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультация мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и уточняйте условия проведения консультации в комментариях под этим видео пишите ваши истории пишите ваши примеры пишите на какую тему еще снять видео что вам интересно всем пока всем до скорых волнующих